В Беларуси за два года на реализацию 29 госпрограмм потратили около 250 миллиардов рублей. На эти средства построили 24 детских сада, 12 школ, 73 объекта здравоохранения, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также отремонтированы более 5000 километров дорог, возведены свыше 9 миллионов квадратных метров жилья. В республике во второй раз за май снизилась ставка рефинансирования с 10% до 9,75. Теперь кредиты на жилье станут доступнее. Уменьшение финансового показателя связано с замедлением инфляции в стране. Эксперты прогнозируют, в ближайшие месяцы величина будет ниже 5%. При этом в Национальной банке признают, годовые темпы роста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. В правительстве готовится корректировка 713-го постановления о системе регулирования цен. Основная цель изменений – стимулирование продаж и продвижение товаров отечественного производства. Производителям предоставят инструменты и механизмы для активизации торговли и повышение узнаваемости марок. К 2025 в Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств. Сегодня их удельный вес в системе сельхозпроизводства страны – около 3%. В республике действует госпрограмма поддержки агробизнеса. Для стартапов предоставляется особый режим. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодий освобождаются от уплаты всех видов налогов. В Международный день защиты детей Бобручан ждет насыщенная культурная программа. 1 июня с полудня в парке культуры и отдыха мальчишек и девчонок будут развлекать клоуны. Для ребят подготовили конкурсы и танцы. Цена билета на большинство аттракционов – 2 рубля. Будет работать выставка ремесленников. Около Центра доп. образования детей и молодежи с 11 до часа пройдет инклюзивный праздник «Щедрое сердце». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова